Привет, YouTube-ослушатели, с вами Тарас Юрист на моем канале. В этом видеоролике хочу с вами поговорить о такой нежданной, негаданной новости. Третья платежка. За что третья платежка, вы меня спросите? Третья платежка за газ. Я думаю, что вы все помните, вот этот вот весь хипиш, когда ввели вот этот обман, я его считал и считаю, буду считать обманом, когда вот платить еще не только за газ, а за транспортировку газа. То есть мы там как-то цену типа на газ уменьшили, а вы еще заплатите и за транспортировку. Ну, у меня, конечно, по этому поводу нету однозначно слов. Это свинство, это обдираловка и это, я считаю, неправильно со всех точек зрения. Просто решили людей подойти. По-другому я не могу это назвать. Так вот тут же дальше. Уже такая новость, что третья платежка за газ. Вы спросите, за что? За воздух, за свет, за вот этот там дождь, который идет за какие-то осадки, как в известном мультфильме про Чиполина. Нет. Тут идет речь о другом. Давайте, наверное, друзья, перейдем за экран монитора. И я покажу лично, где я об этом читал. В Украине появится третья платежка за газ. Это первая новость. В Украине появится третья платежка за газ. За что еще будем платить? Еще одна платежка. Кому придется больше платить за газ? Придет третья платежка. Почему за газ заплатим больше? Я, честно, друзья, не буду очень подробно эти статьи зачитывать, потому что там на самом деле плюс-минус одно и то же написано. Расскажу, в чем суть этого всего дела. Что это за такая платежка, откуда она возьмется? Допустим, вот есть эти все марежи, по которым газ идет. Трубы, если простым языком сказать. И трубы есть как на улице, так они есть и в доме. То есть, согласно нового закона про ЖКХ, который приняли буквально, вот он там в мае вступил в силу уже и начал действовать. Все вот эти внутренние сети, то есть вот эти все трубы, которые в доме находятся, они будут переданы на баланс самого ЖЭКа, НИЖЭКа, ВСМД, вашего кооператива, кондоминиума. Там слов реально много разных. Ну, то есть, той вашей управляющей компании, либо того, кто занимается непосредственно вот этим вопросом, связанным с обслуживанием дома. То есть, одна платежка за газ, вторая за доставку, третья платежка за вот это вот внутреннее обслуживание этих сетей. Я, кстати, задался, честно хочу сказать, одним вопросом. Как какой-то там кондоминиум, ЖЭК, называйте его как угодно, обслуживающая организация может вообще к этим трубам даже прикасаться, потому что для этого как минимум надо, наверное, какую-то лицензию, надо, наверное, что-то как-то, ну, иметь доступ, потому что, говорится, начни туда пускать всех и, не дай бог, какое-то горе случится. Ну, тут какая система вообще, я разбирался. То, что, допустим, вот этот ваш ЖЭК, вот эта ваша организация обслуживающая должна просто договор заключить специальной организацией, которая там лицензия имеет и так далее, чтобы они эти трубы каким-либо образом обслуживали. Вот об этом говорится. То есть, эти все трубы, они, надо за них тоже платить. Значит, еще вопрос, хотел у вас спросить. Напишите об этом в комментарии. Кто-то вообще на практике с этим сталкивался, потому что я на сегодняшний момент, ну, вот на момент записи этого видеоролика, считаю, что это, скорее всего, больше даже какой-то вброс очередной, либо попытка нас с вами всех прощупать. Если мы это все скушаем, никто не будет возмущаться и так далее, то сам бог велел сделать там еще какую-то очередную платежку за воздух, за дождь, за что там обычно в Чаполи набрали, надо спросить у наших правителей, я думаю, они лучше это знают. Поэтому все-таки на сегодняшний день я больше склоняюсь к той мысли, что это какой-то вброс, это какой-то обман, потому что нету реально ссылки на какой-то закон, кроме вот этого, о котором я говорил, и нету никакого подтверждения. То есть, эти статьи, они там друг на друга пересылают, там плюс-минус перекопировано и так далее. Поэтому я больше к этому отношусь как к какому-то фейку. Кстати, хочу заметить, об этом событии, о третьей платежке даже упоминал, я знаю, что вы его многие любите и смотрите, ваш любимый вот этот бородатый такой есть блогер, не будем его называть, но я думаю, вы поняли, что он очень известный в Украине. Почему я вспомнил про этого бородатого блогера? Потому что у меня, если перейти в творческую студию Ютуба, то там есть видео, которые смотрят мои зрители, мои подписчики. И там большинство видеороликов этого самого известного блогера. Так что те, кто смотрят и меня, и его, вполне можете там у него написать, спросить ему, откуда у него такая информация. Может, у него есть там больше информации, может, есть какая-то, что-то там, о чем я не знаю, поскольку я, ну, не такой известный. Так что, если подытожить, хочу заметить, что я склоняюсь к тому, что это скорее либо какой-то фейк, либо какая-то такая проверка на вшивость. Типа, если мы скажем, ну, там, ладно, типа, прошло, и раз, и ввели нам это. Что хочешь, говорится, от нашей власти можно ожидать. Я думаю, вы это понимаете. Естественно, друзья, я буду не я. Если я вас не приглашу к себе на телеграм-канал, ссылка в описании, там много полезной информации. Переходите и подписывайтесь. Буду вам благодарен. Давайте, наверное, друзья, чуть-чуть в конце вам что-то более положительное расскажу, потому что эти все платежки и обдираловка от них, как говорится, ничего положительного нет. Я вам расскажу. Буквально недавно я имел возможность пообщаться с полицией. И я хочу сказать, заметить в этот раз, их знания, их уровень знаний, меня реально в этот раз даже удивил. В каком плане? Что, оказывается, сотрудники полиции знают песни Моргенштерна. Мало того, он знает, как она называется, эта песня, и знает слова этой песни. Их там что, на каком-то конкурсе, когда тут этот отбор в полицию, песни Моргенштерна спрашивают. Я еще удивился реально, потому что откуда можно знать слова, потому что ту единственную песню, которую я слышал про Кадиллак, там вообще ничего не понятно, кроме Кадиллак, Кадиллак, остальное фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. На этом, друзья, я думаю, закончим наше общение. С этой темой по платежкам я буду действительно за ней следить в дальнейшем. Если будут какие-то новости, отдельный видеоролик я обещаю. На этом все. Пока-пока-пока.